Всем добрый вечер! Кто меня не знает, я представлюсь. Меня зовут Наталья. Я являюсь партнером компании «РСАК». У меня 15%. И сегодня у нас с вами очередное занятие. И говорить мы с вами будем о проведении презентации. Слово «презентация» с лантинского означает «представление» или «вручение». И в нашем бизнесе презентация означает предоставление компаний, продукции, бизнеса, его возможности в самом выгодном свете. Но мы не просто даем людям информацию, мы даем информацию с определенной целью. Есть разные варианты проведения встреч и презентаций. Первый – это, конечно, оффлайн-встреча, то есть «Тет-а-тет». И ему очень красивое название – «Рандеву». Об этом я говорить не буду. У нас будет отдельный вебинар на эту тему. И далее есть у нас встречи и презентации как оффлайн, так и онлайн. И сейчас, благодаря нашим гаджетам, есть тройные звонки. Это когда партнер, клиент и спонсор соединяются вместе тройным звонком и общаются. Презентация оффлайн – это самый хороший вариант, так как убивает сразу двух зайцев. Во-первых, можно пригласить туда клиента, который хочет узнать поближе информацию о продукте. И также можно пригласить человека, который хочет начать бизнес, то есть побольше узнать об этой информации. И, во-вторых, можно туда пригласить неограниченное количество людей. И, конечно же, супер, когда презентацию проводите не вы, а ваш спонсор, потому что мы пока ещё только учимся этому. И спонсор даст более развернутую информацию, более ответит на вопросы, скажем, возражения, которые будут выходить, грубо говоря, из зала. Ну а пока спонсор проводит презентацию, вы слушаете, мотаете себе на ус. И когда вы приглашаете на презентацию со спонсором своего человека, тем самым вы его погружаете уже в систему. Ну, допустим, смотрите, скажем так, взять такой пример, да, с огурцом. Если вы поместите его в рассол с солёными огурчиками, то на следующий день он уже будет иметь такой малосольненький вкусик. А если через 2-3 дня вы нажмёте своего человека, то он уже будет солёненький, то есть просолится в данном рассольчике. Вот. Презентацию оффлайн можно проводить в любом месте. Это может быть и офис, и кафе. И сейчас есть специальные помещения, оборудованные, да, вместе с телевизорами, то есть с экранами, с досками. То есть есть такие классные... Я думаю, что в каждом городе есть такое помещение, куда вы можете пригласить новых людей, да, с целью привлечения в наши ряды, в наш бизнес. И для этого необходимо на презентации дать такую информацию, которая бы побудила в каждом приглашённом чувство быть вместе с нами, пользоваться нашей продукцией, строить бизнес с РСАК, да, и зарабатывать не просто деньги, а большие деньги. Итак, мы прекрасно все знаем, что любое дело, каким бы мы ни занялись, состоит из трёх частей. Это начало, основная часть и завершение. Точно так же и презентация состоит из трёх условных частей. Первое – это открытие презентации. Второе – это проведение презентации. И третье – это закрытие презентации. И давайте я вам сейчас немножко о каждой части расскажу. Первое – открытие презентации. Сюда входит приветствие, промоушен себя и спонсора, программа встречи. То есть вы должны рассказать, о чём будет идти презентация. То есть вам что нужно? Поприветствовать аудиторию, представиться, заявить тему, объяснить, почему эта тема очень важна, объяснить, почему выступаете именно вы, получить согласие на начало презентации, то есть, допустим, вы рассказывали о себе, о том, как вы сюда попали, что вас заинтересовало, и в конце вы уже говорите, итак, вы готовы слушать саму презентацию? И, соответственно, вам народ отвечает, что да, и мы начинаем проведение презентации. И вот проведение презентации – это основная часть выступления, и здесь вы говорите уже о компании, когда она создалась, когда начала в нашем случае работать в России, ну и так далее. также вы говорите о продукции, об её уникальности, об её сертификации, об ассортименте, и если презентация проходит оффлайн, то проводим мы демонстрацию и дегустацию продукции. Это очень важно, потому что результаты по продукту – это сердце компании. и если бы не было продукта, соответственно, и не было бы компании. И вообще супер, если во время презентации есть возможность включить какой-нибудь, как я уже говорила, вот экран, телевизор, потому что очень великолепно работают видеоролики о продукте и слайды о компании, то есть где находится наша компания, в данный момент Турция, как работают наши заводы, как изготовляется наша продукция, то есть это всё очень интересно. И на презентации мы наглядно показываем, как работает наша продукция, то есть проводим именно вот эту вот демонстрацию, например, как работает наш антижир, как работает наш порошок. Ну и, конечно же, после демонстрации уже у всех, соответственно, появляется вопрос, сколько это стоит и как это можно приобрести. И вот в этот момент мы переходим уже к следующему блоку, блоку о маркетинге и представлении бизнеса. Если презентация номерная, то мы рисуем маркетинг на доске, а если нет такой возможности, то мы говорим о самых важных преимуществах маркетинга нашей компании. И первое, о чём я вот на своих презентациях говорю, это о высокой статистике, то есть кому мы рассказываем, тот и покупает. Почему такая высокая статистика? Да просто потому, что каждому человеку что нужно в обиходе? Всегда нужен порошок для стирки, всегда нужен шампунь, всегда нужны моющие средства для посуды, ну и так далее. И куда люди за этим, за всем идут? Конечно же, да, в наши гипермаркеты. Это монетка, магнит, пятёрка, какие-то любые другие магазины, но там никто никому не даёт подарки. Там никто не платит, и там никто не получает приличные деньги за рекомендации, как в нашей компании. И там практически нет натуральной продукции. Я вот сейчас бежала с работы, специально забежала в пятёрку, посмотрела их ассортимент, и я хочу сказать, что там куча синтетики. А у нас есть всё. У нас есть рекомендации, у нас есть органическая продукция, шесть подарков, да, мы об этом помним, и у нас, конечно же, платят нам за рекомендации. Так в чём же заключается наша с вами задача? А наша задача заключается в том, чтобы вот тех клиентов, которые идут в эти магазины, развернуть, повернуть и сказать, так покупайте вот это вот всё, что там лежит на этих прилавках с этой синтетикой в нашем магазине, да, в нашем интернет-магазине, то есть в нашей компании ИРСАК. Но если мы об этом не будем рассказывать людям, то и они знать об этом, конечно же, не будут. За что платят деньги, да, нам? Только за то, что мы рассказываем людям, где это купить. И я хочу сказать, рассказывайте. Вот у меня мой личный пример, да, пока я думала, как рассказать девушке ИРСАК, её наш партнёр подписал, и теперь она является на 15%. Вот не делайте моих ошибок, рассказывайте, рассказывайте всем, даже тем, кого вы боитесь рассказать. И рассказывайте даже тем, кого вы думаете, что этому человеку точно не надо рассказывать. Вот я хочу сказать по опыту, что именно этим людям и надо в первую очередь рассказывать. Они бегут впереди планеты всей за нами. Второй момент – это легко достичь самой высокой карьерной скидки. Об этом я обязательно говорю, потому что компания нам даёт на это 2 месяца, да, причём суммарно, и за 2 месяца можно выйти на самый высокий карьерный процент скидки, то есть 33%. Причём любую карьерную скидку у нас не нужно подтверждать. Мы это все помним, да, что это у нас пожизненно. Ну и третий момент, о котором я говорю, это чтобы достичь самой высокой карьерной скидки, нужно делать товарооборот. И у нас товарооборот, по сравнению с другими компаниями, а я когда готовилась к этой школе, я зондировала это, и хочу сказать, что по сравнению с другими компаниями наш товарооборот 6 раз меньше. Итак, давайте с вами подведём в итог. То есть, значит, первое, о чём я говорю, это высокая статистика, то есть подписывается практически каждый. Второе – это очень легко достичь самой высокой карьерной скидки, и она у нас навсегда, то есть пожизненно. Ну и, соответственно, это маленький товарооборот. И последняя часть презентации – это закрытие самой презентации, то есть завершение выступления, призыв к действию, то есть те люди, которые к нам пришли, мы их призываем к действию, желаем нашим слушателям подумать, присоединиться к нам, а те, кто уже принял правильное решение, мы их поздравляем и заключаем с ними контракт. Презентацию можно проводить раз в неделю, два раза в неделю, три раза в неделю, не важно, сколько раз вы будете её проводить. здесь главное – ввести это в систему. Если есть система, то люди просто будут знать, что, например, в каждый четверг, как у нас с вами, онлайн, будет проходить презентация. И незабываемо повестить об этом людей заранее, чтобы они могли спланировать своё время и прийти на презентацию, пригласить там ещё кого-нибудь, чтобы люди послушали. Я хочу затронуть ещё некоторые аспекты, то есть люди, которые приходят к нам, они делятся на две категории. Первая категория – это сетевики, люди-профессионалы, люди, которые работали в других сетевых компаниях, у них уже есть практика, у них есть опыт, то есть они такие супер-пупер молодцы. И есть вторая категория людей – это новички, которые только-только вошли в РСАК, и это их первая компания, либо люди, которые в других компаниях были чисто на потреблении. И абсолютно каждый дистрибьютор, неважно, будь то новичок, старичок, профессионал или непрофессионал имеет право на успех в нашей компании. Главное – повернуться лицом к успеху. Мы ведь все разные, и кто-то будет бежать навстречу к этому успеху, кто-то будет идти к этому успеху, а кто-то вообще будет ползти, а кто-то вообще будет лежать. Но главное – лечь головой в сторону успеха. Мы все разные, и нам в РСАГе нужны здесь люди абсолютно все. Но, готовясь, опять же, к этой школе, я хочу сказать, что есть истина сетевого маркетинга. То есть, этому бизнесу невозможно научить. Этому бизнесу можно только самому научиться. И это, знаете, это вот как про лошадь. То есть, ее можно привести к водопою, но заставить ее пить просто невозможно. Должно быть внутреннее желание. Если вы ничего не умеете и не знаете, как делать этот бизнес, приклейтесь к спонсору, как банный лист. Но, если ваш спонсор новичок, то вы приклейтесь к тому спонсору, который профессионал. Ну, либо ходить на наши школы и обучаться здесь. И еще я бы хотела вам посоветовать завести себе очень красивую тетрадку, в которой вы напишите коротенький конспект о компании, об основной продукции, пропишите, как вы рассказываете маркетинг с его преимуществами и особенностями. самое важное, пропишите, как вы будете объяснять другому человеку, что вас привело в компанию ИРСАК, на что вы обратили внимание, и что вас затронуло, и почему вы приняли решение заключить в компании контракт. И вот все вот эти моменты надо постоянно перечитывать. Вот, к сожалению, у меня сегодня не получилось зайти из компьютера, я бы вам показала, у меня такая тетрадка есть, в ней есть помимо писанины калаш, да, как нашего маркетинга, наших ступенек, и как я по этим ступенькам шагаю, то есть вот это вот все у меня прописано. И вот эту информацию, как наша мысль материальна, да, и ее надо постоянно перечитывать. И со временем вот эта информация, она выучится, и вам будет очень легко в дальнейшем ходить на встречи, проводить эти презентации. Люди, они же идут куда? Они идут на профессионала. Люди хотят видеть конкретную серьезную личность, которая поможет, которая поддержит, которая поднимет, которая объяснит и которая ответит на все возражения. И вот этот конспект это ваш инструмент для работы. Важно помнить, что сетевой маркетинг это когда не люди к нам приходят, это когда мы ищем людей. И вы все прекрасно знаете, что в сетевом маркетинге люди в первую очередь идут на человека, а потом уже на продукт и потом уже на бизнес. Также мне бы наверное хотелось бы сказать, что проводя презентации вы становитесь более уверенным в себе. Это я могу точно сказать, потому что общаясь с людьми из своей команды мы все не сетевики и мы этому учимся. конечно, когда информация в голове уже укладывается, становится более комфортно проводить как раз таки презентации. Я бы хотела скажем так в завершении своего рассказа рассказать вам небольшой анекдот. Высший региональный директор Ирсак забрасывает удочку на берегу моря и вдруг вылавливает золотую рыбку. Полюбовавшись ею, он отпускает ее обратно в воду. Через мгновение рыбка выныривает из воды, человеческим голосом спрашивает «А три желания?» Директор посмотрел на нее и говорит «Ну ладно, загадывай». На этой веселой нотке я закончу и присоединяюсь к вам на то, чтобы ответить на ваши вопросы и если есть вопросы по продукту. Я хочу тоже рассказать историю о том, как дистрибьюторы одной сетевой компании на одно из своих мероприятий решили пригласить себе крутого тренера для обучения. Ну и с ним и спрашивают «Скажите, пожалуйста, сколько будет стоить ваше выступление, если мы наймем вас на полчаса? Мы понимаем, что вы стоите очень дорого, но все-таки на полчаса сколько это будет стоить?» Он говорит «Ну, на полчаса это будет стоить 25 тысяч рублей». Они такие «Ну, дороговато». «Ну, а если на 15 минут какую-нибудь речь?» Он говорит «Ну, на 15 минут это в два раза дороже». Они что-то не поняли. «Ну, а если всего лишь на 5 минут?» «Ну, на 5 минут это 100 тысяч рублей». Интересно, а сколько же тогда будет стоить ваше выступление на два часа? Это бесплатно и прямо сейчас. Так вот, о чем говорила Наташа все это время? Наташа все это время говорила о том, что профессионалами мы становимся тогда, когда мы получили длинную презентацию. На самом деле, мы с вами каждый, вот каждый длинную презентацию проведет любой. Мы все с вами и спонсора сможем представить, и сможем основную часть провести, преимущества компании рассказать. То есть на час каждый из нас презентацию наговорить может. И на полчаса может. А вот профессионализм заключается в том, что со временем эту презентацию вы упакуете в пять минут. А в идеале ее нужно упаковать в одну минутку. я от